В Наринмаре зафиксированы случаи внезапного схода снега с крыш многоэтажных домов. Такие лавины уже успели повредить припаркованные автомобили. Виной всему снежная и теплая зима. За первую декаду марта в Ниньском округе выпала месячная норма осадков. Температура воздуха также держится на отметке выше нормы. Это стало причиной образования наледи на крышах, которые коммунальщики не успевают убирать вовремя. Как не попасть под лавину и что делать, если уже угодили, разбиралась Александра Литкова. Зима в этом году выдалась экстремально теплой и снежной. Температура на территории региона значительно превышает показатели климатической нормы. По сравнению с нормой, начиная с января месяца, в январе у нас выпало осадков 44,7 мм, при норме 24,3 мм. В феврале выпало практически в два раза больше осадков, при норме 18 мм выпало 35 мм осадков. Ну и в марте, в первой декаде, уже выпала месячная норма осадков 20,5 мм. Неудивительно, что коммунальщики с трудом справляются с уборкой снега как на дорогах, тротуарах, так и на крышах. Уборка снега и наледи с крыш зданий является обязательным видом работ по обслуживанию многоквартирного дома в зимний период и должна проводиться своевременно. Для этого управляющие компании обычно нанимают бригаду специалистов в области промышленного альпинизма. В этом году очень много снега, январь очень снежный был. Снег убирается с крыш по мере накопления, если... Примерная высота осадков 30 см необходимо убирать. И убирается он только в оттепель зимнее, вернее, в холодное время, либо когда ветра уже, естественно, люди не могут наработать. То есть надо вот искать такой момент, когда тепло, и в этот период именно стараться убрать этот наледи и снег, и лед, и все остальное. В Наринмаре случаев падения снега с кровли домов на прохожих пока не зарегистрировано. Да и жители города говорят, что регулярно видят, как работают коммунальщики на крышах. Ну не падало пока на голову, так что, наверное, нормально. Ну конечно там падают все, но у нас погода такая, тут как, сегодня снег выпал, они-то не успеют сразу все убрать. У нас именно с нашего дома вроде убирают, да. Ну опасность, конечно, есть, но убирают нормально, управляющая компания. В последние годы, когда Олег Ануфриевич пришел к власти, город, знаете, лучше чистят, дороги, тротуары посыпают. И тут больше, конечно, не к руководству города, а к управляющим компания вопрос. Потому что, ну в этом году зима очень снежная, поэтому и с оттепями, поэтому нужно быть более аккуратным управляющим, почаще залазить. Хотя за зиму частенько я видел, что в альпинистском снаряжении избивали, снимали сосульки, все чистится, делается. А вот припаркованные автомобили наринмарцев пострадали от нерасторопности коммунальных служб. И не раз. Непочищенная от снега вовремя кровля стоила владельцу автомобиля крупного ремонта. Стоит добавить, что если ваша машина пострадала, жаловаться нужно не в соцсетях, а в государственную жилищную инспекцию. Два раза в месяц ведомство совместно с администрацией Наринмара и поселка Искателей проверяют, как управляющие компании справляются с работой. То есть мы охватили весь благоустройный жилищный фонд Искателей и города. И, соответственно, поочередно меняемся с сотрудниками муниципального контроля, наши специалисты. У нас цель рейдовых осмотров – это проверка безопасности на нахождении приведовых территорий. То есть это одновременно и гололед, и свес из кровли, которые могут образовываться над крышами. И, соответственно, каждые две недели мы выходим на эти рейды. С начала зимы на несвоевременную уборку снега с крыш ведомство поступило пять жалоб на управляющие компании, которым были даны предписания и выписаны штрафы на сумму в 325 тысяч рублей. Что касается самой качества уборки, то мы регулярно собираем управляющие компании, где мы разъясняем эти вопросы, как должна происходить эта уборка и какая предусмотрена ответственность. Ведь ответственность может быть не только административно, но и уголовно, если какие-то, допустим, будут причины вреда жизни и здоровью человека. Остается напомнить, что не следует оставлять автомобили вблизи зданий, на крышах которых образовались сосульки или нависает снег. А проходя мимо домов, нужно быть предельно осторожными. Если транспортное средство пострадало, управляющая компания обязана возместить ущерб в добровольном или судебном порядке.